Привет Банда! Сегодня у нас экспресс обзор маленького пинпоинтера украинского производства, вырубленного в Украине, Малыш FM2 версия 2. Получил я его сегодня. Сделан довольно интересно, довольно вроде бы на вид качественно. Тут две кнопочки есть, есть к нему инструкция, которая указывается, что одна кнопочка включения-выключения питания, а вторая кнопка калибровки, которая используется для того, когда начинает динамик зависать, пипикать постоянно. Но это все не важно, то есть интуитивно понятный интерфейс. Включаешь-выключаешь и все хорошо. Вот в такой коробочке получил из Александрия от производителя товарища. Ссылочку найдете, ссылочку не буду указывать, все это найдете на OLX. Значит, делаем тесты. Первое это включаем его. Включил я его. Он там пикает. Пропикал. Все вроде хорошо. Вот на столе у нас. Вот это калибровка, это калибровка. Нажимаем кнопочку. Пропикал. Во. Это может быть вот от компьютера ловит. Но тут у нас ничего нет. Значит, для теста вот у меня пятачочек есть. О, красным, красным булькает. И есть у меня чешуйка. Такая вот выкопанная в прошлом году. Непонятно как-то. Давайте еще раз откалибруем. То есть нажимаю я вот эту черную, черную. Опц. Нажал. Он вроде как пропикал чего-то там. Откалибровался. Говорит. Непонятно. Так, ну где-то что на меня. Это как черный металл, да, получается. Так, а цветной металл. Ну, давай мне колечко свое. Вот это вот. Могла бы руку дать. Вот это колечко, это серебряное, да? О, серебряное колечко. Вот на серебряное оно как на цветной металл реагирует. Вот таким образом. Так, давай золотое. О, давай. Ближе, ближе, ближе. О! О! А на золото может даже не реагировать. То есть на золото я видел, что не все даже пинтпойнеры, не то что пинтпойнтеры, вообще эти реагируют. Металл детекторы. То есть как-то странно. То реагирует, то не реагирует. Вот такая вот. Такой вот пинтпойнтер. Украинского производства. Вот сейчас чётенько. Нормально. Как цветной металл чешуйка. Вот такая чешуйка. Можно в кулак попробовать зажать. Будет? Не. В кулаке не будет. В руке там пытается. В общем, будем пробовать в полевых испытаниях. А вот этот стакан на нержавейку реагирует таким образом. На что ещё? На ложечку. О, ложечка у меня есть хорошая. Спад чая. Ложечка. На ложечку. Чернушка. Чернушка. Сто процентов. Хотя по виду нержавейка. Вот. А вот это вот получается цветной пятачок. Вот такой. Он такой вот. Довольно удобный. Можно даже, наверное, копать. Где-то. Это он на компьютер так реагирует. Наверное. Вот. Стоять. Есть тут отсек, который... Питается от кроны. И где-то у меня в инструкции было написано, что замена кроны. Отключить питание кнопкой. Вывернуть винт, указанный стрелкой. Вот. Вот этот винт. Аккуратно вытянуть плату. Вместе с кроной сборкой. Произвести обратные последовательности. В холодное время дать прибору остыть для температуры окружающей среды. Ну, собственно, всё. Начало работы включить красной кнопкой. Произвести поиск. При зависении звука нажать кнопку калибровка. Для отключения повторно нажать кнопку вкл. Динамик. Вот там тоже верхняя дырочка. И я думаю, что... Конечно, вот эта вот верёвочка... Ну, это нужно просто заменить. На что ещё не придумал. Наверное, колечко просто от ключей. И к ней более серьёзную верёвочку. Или же что-то типа обжимного кольца какого-то придумать. Чтобы вешать на шею. Из чего вот это сделано? Мне непонятно. Но, походу, оно посажено на клей. Под водой, конечно, он работать не будет. Потому что вот эта часть не герметична. Ну, а так очень приятная штука. Такая... Хыч, бери и копай. И... Рич. Мне не очень понятно, кстати, где здесь находится именно... По расстоянию где-то сантиметра 4-3 до... Если не шевелит, то оно и не шевелится. Оно вот так, вот так. Вот так. Вот так, 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 так. Сейчас, дальше чуть-чуть. Вот, на нуле ставлю. Два с половиной где-то сантиметра. Ну, в общем, чтобы куски грязи, раз это самое, раскалывать, оно как раз то, что надо. Главное, что реагирует даже на чешуйку. Где-то, получается, вот ближе к основанию, вот сюда, вот, к этому основанию. Не вот здесь, а вот здесь наибольшая чувствительность. Здесь меньше. И вот здесь тоже нету чувствительности. А вот здесь, где-то в задней части, вот так вот, на одной третий. Вот здесь где-то наибольшая чувствительность. Вот такой обзор. Пока. Субтитры подогнал «Симон»